Вот очередной мостик опять. Очень много народу бегает. Могу сказать, что этот парк намного больше, чем Сити Парк. Видео было на нашем канале. Ссылочка. Можете, либо я оставлю в описании, если не забуду, либо здесь где-нибудь ссылку на видео, либо поищите по плейлистам второй сезон «Китайский вояж без рука Палыча». Потому что, когда буду монтировать, могу что-то упустить. Пообещать и не сделать. Поэтому заранее прошу прощения. Но не так много видео на нашем канале найти не составит труда, чтобы сравнить оба парка. Этот намного больше. Мы тут идем, и у нас, Сережа, возникло подозрение, что мы те люди, на которых все ругаются, которые идут по встречке. Но тут просто нет никаких показателей, нет, что-то иероглифами написано. Ой. Ну, конечно, для тупых, смотрите. Как мы, тупой мальчик. Вот, смотри, даже написано, что в ту сторону идти. А мы идем, вон, стрелочка. А я думаю, почему все навстречу нам идут? Столько тупых, навстречу идут. Столько тупых русских туристов, и все идут навстречу. Они так удивляются. О, нифига себе, какой большой. Вот, смотрите, какая площадка большая, спортивная. Тоже вот играет в настольный теннис, бадминтон. Вот у них это прям вообще развито. Ну, Палыч пошел. Как же без этого пропустить? Прикольно. Пойдем дальше. Если кому интересно. Вот, как это все выглядит. В парке очень много таких маленьких дорожек, крупных. То есть, тут его можно, по всей видимости, ходить, не переходить. Сейчас пройдем по этой дорожке, посмотрим. Ночью здесь есть освещение, по всей видимости. Вон, вижу, фонари. Вот, покрытие такое, кстати, удобное. Бегать по нему хорошо. Вроде асфальт, но такой довольно мягкий. Ну, и не как резина, не каучук, не пластик, что-то. Кстати, красиво, красиво. Может, местами не ухожено, но красиво. Сухие пальмочки, что-то дождей не предвидится, видимо. Сезон какой-то сухой у них стоит. Влажность хоть и высокая, но растения, по всей видимости, не хватает. Но кокосы регулярно собирают, приезжают. И листья подрезают. Видно, что все подрезано. Все, не скажу, что прям заброшенный парк. Нет. Бамбук. Вот, видите, настоящий бамбук. Вот он, стебель бамбука, пожалуйста. Интересный бамбук. Да. Вот, видите, он здесь прям растет. Вот прудик какой-то. Или это речка тут? Небольшая протока. Вот, посидеть в тишине. Почитать книжку. Днем, я думаю, здесь немного народу. На штычок можно выхватить. Парк, кстати, очень мне понравился. Больше, чем даже Татышев парк. Может, мне сюда переехать? Ну, а мы двигаемся дальше по парку. Хорошо, что сегодня не жарко. И хорошо, что еще не темно. Хотя вы что-то можете рассмотреть. Вот, пожалуйста, общественные туалеты. Очень благоустроенные. Есть вода. Только что душа нет. Ну, мы, видимо, свернули не на ту тропинку, потому что идем по встречке, так скажем. Ну, ничего не могу с этим поделать уже. Искать назад дорогу. Нет времени, потому что темнеет. И охота вам показать парк максимально. Охватить. Весь мы его, конечно, не охватим. Но хотя бы то, что имеем. Какие-то строительные работы ведутся. Но дорожки очень хорошие. Почему-то никто не катается на роликах. Я вообще в Санье видела всего пару человек, катающихся на роликах. И то, как катаются. Ну, так-то интересно идти по встречке. Зато много лиц. Хотел добавить ни роликов, ни скейтов, ни вот этих, как у нас распространено. Самокаты. Самокатов. Короче, они только пляшут. Вообще ничего нет. Вот это вот, то, что у нас забито. Велосипеды. Велосипеды. Есть. Велосипеды чисто используют, как эти. Для передвижения. Для передвижения, да. Да, так покататься нет. Не видел, не видел, чтобы вот так прям катались. Постриженные газоны. В принципе, неплохо. Но хотя покрытие здесь располагает. И везде, на роликах. Да, да, да. Вообще нормально. В основном люди бегают. Играют в бомбинтон и в теннис. Да. И как-то все к этому располагает. Люди занимаются. Люди активные. Люди спортивные. Люди живут долго и счастливо. Несмотря на то, что едят свой жареный рис. Жареную лапшу. Так что... И курят. И очень много курят. Прямо очень много. Наверное, самая курящая нация. Кастыни курят качать. Вот. Видите, люди занимаются. Тренажеры не пустуют, в принципе. Все время кто-то занимается на них. Вечером здесь еще больше народу будет. Люди после работы соберутся. Сегодня воскресенье. Сегодня все отдыхают. Почему ты так пришел? А вот гляди, какая интересная штука. Вот тут даже можно походить по камушкам. Да-да-да-да-да. Босиком, в кроссовках. Парень в кроссовках ходил. Массаж поделать. Давайте я процитирую. Протестирую, я хотел сказать. Протестирую. Ну, получается, склероз уже что. Здесь надо босиком ходить. Именно хорошо разогнается штука. А мозги не разминаются? Только если головой. В твоем случае. Ну, в моем тоже. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше по парку. Очередная спортивная площадка. А там какой мостик с беседкой. Сережа. Красивый. Вот видите, беседочка пришла. И она на мостике. Я думаю даже пофотографироваться. Вон видите мостик. Вот он мостик. Там беседка. Погулять. Тут неплохо, в принципе. И чисто. Да. Ну, может, местами не совсем ухожено. Но во всяком случае. Мочой и говном не пахнет. Да. Да. Не как у нас в парках бывает, что. Ну, это вообще беда наших парков. Того, что, во-первых, экономия у нас идет на сотрудниках. Во-вторых, экономия на общественных бесплатных туалетах. Поэтому отсюда и неухоженность. Отсюда и парки в плачевном состоянии. Здесь тоже не все. Чисто, гладко. Вот видите. Постоянно идут какие-то строительные работы. Все ремонтируется. Ну, у нас, конечно, и климатические условия другие, что говорить. Тут круглый год, лето. А у нас зима, лето. Это разрушает покрытие асфальт. Девчонки бегают. Мы так и идем по встречке. Вот еще очередной мостик. Вот он. Видите? Вот, вот, вот. Может, на него сейчас пройдем и перейдем, скорее всего, на другую часть парка. Потому что он очень большой, как я уже говорила. Да, сейчас мы пойдем по мостику. Посмотрим, что находится за ним. Ну, вот, мы зашли на мост. Интересный такой. Вот, видите, это тот прудик, где мы были. Через него мостик. Мостик по 150 лет, по-моему. Ну, да. Интересный такой. Старенький. Старенький, да, парк старый, чувствуется. Вот, видите, мост. Не совсем ухоженный. Ну, вот, показываем. Все, как есть. В этой части парка народу практически нет. В основном все сосредоточены в зоне спортивных тренажеров. Занимаются. Играют в настольный теннис, в админтон. Здесь просто прогуливаются. И вот, кстати, иероглифы, видите, тут рисуют. У них тоже какая-то развлекаловка такая. Идешь направо, коня потеряешь. Это как медитация. Они прямо стоят и рисуют свои иероглифы. Вот, видите, подстрижено все. Красиво нарисовано. Слышу, работает газонокосилка. А вот, смотрите. Статуя Будды. Или Шива. Или кто это? Если кто знает, напишите в описании, в комментарии, верни к видео. Это не Будда точно. Шива, скорее всего. Ну, нарисовано мелом. Красиво очень. Да. Ну, а у Будды же вот так. Нет, это скорее всего мое. А Шива там много рук должно быть. А здесь? Я думаю, это Будда. Сережа за Шиву. Я думаю, это индийские тут. Пожалуйста, рассудите нас в комментарии. Кто знает, напишите. Потом мы еще подеремся. Какое красивое дерево. Ой, вот под ним бы посидеть, почитать. Бледик раскину. Здесь точно можно. И сидеть, и читать, и лежать. Никто вам ничего не скажет. Только надо смотреть под ноги, потому что здесь все-таки природа. Возможно, какая-то живность будет. Вот еще очередной мостик. Пальмы. Вот это, кстати, знаете что? Это пальма путешественника. Знаете, почему ее так называют? А потому что в ней, внутри, всегда вода. Вот в этом стволе, как в капсуле, содержится вода. Ее брали с собой в далекие путешествия, в дальние. И всегда была с собой питьевая вода, запас. Надеюсь, информация была полезной. Как ты думаешь? Я заслужила лайк? Давай отрежем. И тех вот, а супермаркетов здесь нет. Подожди. Стоп. Ну все, мы прощаемся с пальмой путешественника или странника, как ее называют по-другому. И двигаемся дальше. Следующую часть парка. Несмотря на то, что парк не совсем ухоженный, по нему очень приятно гулять, тихо, спокойно. Вот работает газонокосилка, как я уже говорила, ее слышно. Ну какое-то, чувствуешь, единение с природой, что ли, частично. Здесь уже более оживлено. Вот дорожка. А, вот оно, направление движения. Наконец-то мы пошли по направлению движения, как все нормальные люди. Видимо, дошли до конца парка. Ну там много таких дорожечек. Тут можно петлять, ходить туда-сюда. Вот, кстати, сейчас я покажу вам дома-деревья. Включили подсветку. Их отсюда плохо видно. Ну вот она примерно вот так выглядит. Подсветочка. Видите? Вот. Обязательно сходите в парк Лин Чун Линь. Абсолютно бесплатный. Зайдите на эту пагоду. Какой Лин Чун Линь? Ну. А, в Лин Чун Линь сходите, да. Да. Чтобы посмотреть с пагоды, именно, весь обзор на бухту Санья Бэй, на бухту Дадун Хай. Там все оттуда видно с высоты. Есть видео на канале, можете посмотреть, как я уже говорила. Даже Красноярск не видно. Ну, Красноярск вы оттуда, боюсь, не увидите. Это как смотреть. О! О! Я чувствую. Сережина. Сережин размерчик. Я чувствую, что я иду теперь как человек, а не против. Это на нас как на двух дебилов смотрели. Но два дебила это что? Сера! О! Видите, как мы себя любим. Вот мы подходим. Какая-то центральная композиция, видимо, этого парка. Нет, это не конец парка. Люди еще идут оттуда. Я думала, это конец. Вот камень и вот... Это что, петухи? Петухи. Жар птицы. Или павлины? Петух с курицей. Ну, в общем-то, тут какая-то зеленая композиция. Не знаю, но это точно не курица. Жар птица. Павлины. Мне кажется, это павлины. Вот собачки играют тут же. Ой! Какие классные. Да, тут гуляют с собаками, по всей видимости. Вот. Туда еще люди уходят. Вон еще одна спортивная площадка. Вижу. Ну, в общем-то, предстоят практически весь парк. Мы, наверное, обошли. Представление вы имеете. Что он из себя представляет. Что такое-то масло масляное у меня получилось. Ну, вот уже практически стемнело. Мы завершаем свою трансляцию. Прощаемся с вами. Надеемся, видео оказалось полезным. Не забывайте ставить... Лучше, конечно, вот это. Подписаться на канал. И смотреть все, что она оставит. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. И нажать на колокольчик. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok